Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Визит ректора КФУ в Актанышский район. В общественной палате Республики Татарстан обсудили социальные вопросы студентов. Как Казанский университет поможет решить глобальные вопросы экологии? Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров с рабочим визитом посетил Актанышский муниципальный район Республики Татарстан. Все подробности далее. Визит состоялся по приглашению главы района Энгеля Фатахова и был посвящен обсуждению проведения августовского совещания работников образования и науки на территории Актанышского района. Вы знаете, что ежегодно такие совещания проходят. На них подводятся итоги прошедшего учебного года и ставятся задачи по новому учебному году. Обычно для этого выбираются разные муниципальные районы. Решение принимается обычно за годы. Такое решение в Республике Татарстан было принято и как раз обсуждалось то, каким образом университет будет помогать развитию муниципального района и в том числе проведение августовского совещания. Стоит отметить, что Казанский университет сотрудничает с Актанышским районом уже продолжительное время. За последние два года были реализованы программы по повышению квалификации руководителей образовательных организаций. Также ВУЗ помогает школам муниципалитета формировать и реализовывать различные стратегии развития. В рамках визита были посещены гимназии интернет для даренных детей. Школа очень плотно работала с институтом филологии и межкультурной коммуникации. Кроме того, была проведена встреча с родителями. Такая интересная встреча, на которой ректор рассказал о тех возможностях, которые есть. А выпускники могли задать свои вопросы. Редкая возможность задать ректору большого ВУЗа для выпускников 11 классов, те вопросы, которые их волнуют. Также Ильшат Гафуров посетил чемпионат по шахматам на приз ректора КФУ в Центре детского творчества. Кроме того, в рамках визита состоялось подписание соглашения между Казанским университетом и Актанышским технологическим техникумом по разработке совместных учебных программ с сокращенным сроком обучения. Ребята, которые после 9 класса поступают в техникум, они затем могут без экзаменов на схожие направления подготовки поступать в инженерный институт в нашей набережной Челнах и обучаться там по сокращенным срокам. Это, безусловно, очень интересно ребятам, которые могут за короткий срок получить диплом о высшем образовании в ЖМИ-ИСПО. И нам это интересно, потому что ребят, качество техников, приходят совершенно мотивированные, уже с хорошим уровнем базовой подготовки их. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюз. В общественной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол, посвященный социальным вопросам студентов. Все подробности далее. Мероприятие прошло в рамках 9-го Конгресса студентов Республики. Вопросы касались транспортной доступности, добровольческой деятельности, экологического просвещения и качества питания обучающихся. Самой обсуждаемой темой стал вопрос транспортной доступности. У нас в Татарстане существует транспортный грант, который с 2019 года был увеличен при поддержке Рустама Наргалича Михайловна в два раза. Сейчас это 60 миллионов, который и дает возможность студентам из Республики Татарстан получить компенсацию за тот или иной транспортный расход. Это 5 972 студента получают данный грант. Тема транспорта всегда стоит на первом месте и является главной для обсуждения. К этому вопросу необходим конструктивный диалог, к которому, как сказал Руфат Киямов, они готовятся. Здесь же прозвучал вопрос, касающийся высоких цен в студенческих столовых. Некачественная еда и несвежие продукты, либо отсутствие столовой совсем. Существует ряд проблем по точкам общественного питания. В крупных вузах организация питания организована лучше, чем в колледжах, например. И отслеживаются такие проблемы, как столовая работает в первую смену. То есть ребята, которые учатся в первую смену, имеют возможность поесть, а кто приходит во вторую смену, они остаются голодными. Прозвучал вопрос экологии. Он затрагивает не только студентов, но и преподавателей. Одно из важных действий, которые предложила Анна Баймяшкина, это внести стандарт по раздельному сбору мусора в образовательных организациях. Все предложения по итогам круглого стола были внесены в резолюцию. Они будут озвучены руководству республики, Совету ректоров вузов во время итогового заседания 9-го Конгресса студентов Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Неверньюс. В рамках визита заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко в Казанский университет была обсуждена возможность создания в Сатарстане на базе вуза карбонового полигона. Об актуальности проекта в сюжете нашего корреспондента. Глобальные проблемы, связанные с изменениями климата, прежде всего из-за деятельности человека, вызывают на сегодняшний день множество дискуссий о том, какие последствия они могут за собой повести. Прогнозы специалистов говорят о том, что если у нас через 20 лет, через 15 лет температура поднимется на 2 градуса, то для нашей планеты это будет катастрофа. Так прогнозируется, что территория Америки станет очень засушливой, поднимется уровень океана, в результате будут происходить подтопления. И это самое малое и самое очевидное из того, что мы можем предполагать. Для того, чтобы этого не случилось, специалисты предлагают изменить наше потребление природных ресурсов, перестраивая или компенсируя выбросы вредных веществ в атмосферу. Понять, как определенные территории производят климатически опасные газы и как другие участки могут их поглощать, помогут карбоновые полигоны, основная задача которых – разработка методики, которая помогла бы связать эмиссию, то есть выброс газов и секвестрацию потребления этих газов, а также запасание углерода в почве, растениях и так далее. Проект по созданию такого полигона разрабатывает и Казанский университет. Это будет некая территория, на которой будут разные типы природопользования, то есть это будут естественные экосистемы, это могут быть лесные экосистемы, или болотные, или какие-то водные объекты. Все те природные сообщества, которые улавливают и депонируют, то есть связывают углерод из углекислого газа. Также это будут участки, где станут проводиться эксперименты по выращиванию различных растений, максимально эффективно улавливающих углекислый газ из воздуха и его накопляющих. Кроме того, предполагается и некая инфраструктура, которая будет обслуживать измерения всех этих параметров, например, вышки с датчиками, лаборатории, помещения для ученых и так далее. Отметим, что программу развития таких полигонов запускает Миноборнауки России. Всего в стране создание полигонов планируется в семи регионах. Проект Казанского университета станет восьмым. Поскольку одна из основных задач – это образовательная, конечно, это будут задействовать и сотрудники, и студенты, причем различных институтов. То есть это институт экологии и трудопользования, институт геологии, институт физики в части разработки различных дистанционных методов оценки эмиссии углекислого газа и возможных методов оценки объема углерода, который накапливается в экосистемах, и инженерный институт. Кроме того, будут задействованы IT-специалисты, экономисты, гюристы и журналисты для освещения данной экологической проблемы. В настоящий момент разрабатывается программа исследований. И, по словам Марии Кожевниковой, уже этим летом планируется обследование территории и первичные исследования. В Катарстане выступил с инициативой организации в трех точках. Это в районе Раитского участка Волжско-Камского государственного заповедника, мотивируя тем, что это такая наиболее естественная экосистема. Вторая точка, мы предложение, это в районе Нижнекамского промышленного узла. Третья точка, в котором предложение, это территория Юго-Востока республики. Пока это, ну, как бы, очень так неопределенно, но это явно территория нефтедобычи. Предполагается, что все полигоны на территории Татарстана будут функционировать по единой системе. Однако, каждый проект может позволить дополнительные исследования в силу особенностей местоположения и так далее. Мы разговаривали с идеологом этой проблемы, и он сказал, что Казанский университет в силу своего местоположения, в силу своего развития, он просто обречен на успех. Поэтому, конечно, мы должны выступить тут за стрельщиками и предлагать какие-то и новые методики, и новые методы, и в том числе пробовать их самими. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok